Смотри, он туда наверх. Там голуби у них будут сидеть. Посмотреть как раз тут стены нового корпуса детсада Наталья приходит вместе с пятилетним сыном. То, что почти половину своей жизни маленький Максим стоит в очереди, он вряд ли понимает. Место в детский сад семья ждет уже два года. Ну, конечно, он сюда хочет, потому что здесь, естественно, и новый детский сад. Он больше по размерам, как бы для ребенка это немало значит. Площадки новые. Ну, для нас, конечно, для меня это и для моего супруга это жизнь облечет, так как детский садик находится в центре станицы. Заветная мечта семьи исполнится уже через месяц. В декабре строители планируют завершить все работы. Тогда же новый корпус детсада будет готов принять малышей. По сути, это самостоятельное здание, рассчитанное на шесть групп. В нем есть музыкальные и спортивные залы, кабинеты психолога и логопеда и даже собственный пищеблок. Здесь, кстати, обещают готовить не только вкусную, но и полезную еду на пару. Для этого установят специальное оборудование. А доступным детский сад даже для людей с ограниченными возможностями станет благодаря подъемнику. Это инвалидная площадка, то есть человек с ограниченными возможностями заезжает на площадку. Соответственно, кнопочку на зад, лифт поднимается до уровня вот этого пандуса. Открывается дверь автоматически, он выезжает на площадку и попадает на первый этаж. Новый корпус обеспечит местами более сотни малышей. А значит, очередь в детские сады района практически полностью ликвидируют досрочно, до установленного 2016 года. О том, как ведется эта работа, губернатору Кубани на встрече докладывает глава Новопокровского района Александр Сотников. С садиками. Выполнить все в срок и хорошего качества. У нас сегодня на очереди 134 человека, 120 мы сдаем, но мы проектируем еще в детском саду одну пристройку. Особое внимание в районе сегодня уделяют развитию спорта. В Новопокровске сейчас завершают реконструкцию стадиона. Там уже готовы дорожки для легкоатлетов и новое футбольное поле с натуральным газоном. Следующим этапом станет создание площадок для пляжного волейбола, воркаута и мини-футбола. Заниматься вскоре жители Новопокровки смогут и еще одной спортивной игрой – боулингом. В центре начали строительство нового развлекательного центра. В нем же разместят два зала кинотеатра. Первым преобразованием станицы свою оценку дали уже и местные жители. Центр благоустраивается. В принципе, все делается для того, чтобы жителям было где отдыхать. За последний год-два вообще все изменилось. У нас центр преобразился намного. Нравится благоустройство. Стройка, конечно, идет, но, наверное, аж во благо все. А так интересно все стало. Да? Обсудили во время встречи экономику района. Ее основа сегодня сельхозпроизводство. У Александра Сотникова губернатор интересуется итогами жатвы. По словам главы района, в этом году аграрии в очередной раз побили свой собственный рекорд. Урожай на зерновых 54 центнер с гектара. Сейчас на полях продолжаются работы. Уходные работы заканчиваем. Кукуруза оставалась на сегодня 300 гектаров. Сахарную свеклу сегодня закончили. Поэтому урожайность 467 центнеров. Для Новопокровского района это хороший показатель. Для того, чтобы реализовать все намеченные планы, в Новопокровской сегодня есть все возможности, считает Ткачев. Но прежде всего это люди, которые не раз доказали, что умеют работать хорошо и качественно. Ярким примером стала их помощь во время ликвидации последствий подтопления в Ейске. Именно такие люди помогают развитию своей станицы и своего региона. А значит, у Новопокровской сегодня есть все шансы. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Перец и Валерий Пятов. Кубань-24.